Как Вы относитесь к гордыне? Я отношусь к гордыне, да. Не думайте о гордыне. Каждый человек относится к гордыне. Вы все горды. Ну, значит, она есть. Но как можно о ней думать, если человек об этом говорит? Как можно забыть об этом, принять? Дело не в том, чтобы забыть. В том, чтобы переключиться на служение. Если, допустим, говорят о гордыне, просто делать смиренные дела. Тихонечко. И она будет таять, гордынь, дыня. Очень тяжело начать найти внутренний покой. Я согласен, что тяжело, но у меня нет выхода. Потому что наши черты характера приносят нам боль. И это наказание. И эту боль еще поощряют, раздувают наши близкие всегда. Потому что им тоже больно. Особенно, если мама гордая и дочка гордая. У нее, конечно, тоже гордыня. Вам не надо о ней плохо говорить. Я так могу сказать. Я говорю не о вас, а вообще в целом. Если мама гордая и дочка гордая, то мама у кого гордыню будет замечать? Что, у себя что ли? Нету дочки. И дочке будет больно. Это же хорошо. То есть, мама, получается, помогает хотя бы дочке. Если себе помочь не может, хотя бы дочке помогает. Это хорошо. С точки зрения помощи. Хорошо. Но дочке при этом внутри не очень хорошо. Почему? Потому что характер, когда выходит в трудность жизни, она всегда приносит сильную боль. Но выхода нет. Понимаете? Кто-то вскрывает наш характер всегда. Я вам сейчас приведу пример за счет гордыни. У меня есть один наставник, который решил читать лекции широкой аудитории. Он всегда читал лекции только монахам. Решил людям почитать. Есть что сказать уже. Решил. И он мне говорит, ну как бы, он мой наставник говорит, ты читаешь, расскажи мне, покажи, как вообще с людьми широкой аудитории совести. Я говорю, там все классно, там все нормально. Это было в Москве. Я говорю, сейчас приходите на лекции, посмотрите. Я почитаю, посмотрите. И он пришел, сел такой смиренный, смотрит. И началось. Ну то есть я выпендрился перед ним, он же старший. Вот я типа тут в туалет. И люди, пять человек, сразу одновременно начали со мной спорить в зале. Причем я им слова не давал. Они выскакивают прямо, что-то говорят сами. Вот. Я отшучиваюсь там, кому-то что-то скажу. В общем, все свои способности примите. И одна женщина напротив меня такая, видно, аристократическая такая, очень сильная такая, как вы такой правитель по природе. Такая солидно одетая. Вот прямо напротив меня сидела. Она такая смотрит, смотрит, такая. И говорит, знаете, прямо из зала тоже. Знаете, Олег Геннадьевич, у меня создается такое впечатление, что вы тут нас всех за дураков держите. У меня пропал Дар Ильич. Я не знаю, что на это ответить вообще. И я понял в этот момент, что меня Господь испытывает. Я когда Дар Ильич пропал, значит, я все такое сижу, молчу. Я понял, что Господь недоволен мной. И я говорю, простите меня, пожалуйста, люди добрые. Я виноват. Загордился собой. И после этого, знаете, лекция пошла. Классно, все спорят, перестали успокоиться. Все классно прошло. Потом я с ним встречаюсь. Он смотрит на меня, говорит, ну, говорит, что-то я не заметил все, что все просто. Ему Бог свое что-то там показывал, не свое. Но суть такая, что я возгордился. Тут же Господь наказал. Само наказание неприятная штука. Само наказание неприятное. Но если ты раскаиваешься, то дальше все нормально. Начинай делать смиренные добрые дела. Раскаивайся. По отношению к маме или вообще в жизни? Вообще в жизни и по отношению к маме все нормально. Меня испытывают на скорой, я работаю. Постоянно приходится смиренно работать. Ну вот видите как. Ну вот видите как. Ну все равно. Ты какой вы удивительный человек. Жизнь и людям спасает. Все равно маму постоянно вот эта оценка. Мама с вами рядом сидит, да? Нет. Другой человек? Ну она вас испытывает. Вот кому еще сказать? В свое время ее папа испытывал. Вот он поменялся. Ну кому кроме Майны вам сказать, что вы гордые? А вдруг это не так? Ну как не так? Вы даже мне слова не дали сказать. Говорят, я скажу. Это гордое значит. Нет, я это правда. Ну я понимаю, что вы хотели. Вы рассказали, а вдруг я не гордый. Ну вот никто так же не сделал. Взяли, я скажу. Значит гордое. А когда пытаясь поменять, она говорит, что это не естественно. И что это наивидно. И у меня потом желание. Вот это здесь очень важно об этом сказать. Смотрите, когда человек начинает вести себя правильно, это всегда фальшиво сначала. Но это правильно. Понимаете, когда человек исправляется, он всегда должен делать сначала внешне. Вот допустим, человек смиренно себя ведет. Он просто ведет себя. Он не смиренный, но ведет себя смиренно. Это фальшиво. Но это правильно. Если человек думает, что он должен, вот если он может смиренно себя вести, он ведет. Не может, значит будет гордо себя вести. Это неправильно. То есть учиться себя вести смиренно надо. И начинается все с фальшивого. То есть ты сначала не можешь. Потом научишься со временем. Там три стадии есть. Первая стадия вообще смешно даже смотреть. Вот допустим, собака, допустим, если она учится быть, то она такая. Бо. Бо. Так. Учиться по-доброму разговаривает. Но она собака, как бы ей сложно. Вот. Понимаете. Ну то есть фальшиво. Ну мама не всегда может быть права. Фальшиво это хорошо. Продолжайте фальшиво. Потом не фальшиво будет. Больше надо маму простить. Спасибо большое. Простите мама. Все нормально будет. Она вас испытывает, это хорошо. Больше некому испытывать. Мне жена подходит и говорит. Ну как ты думаешь, кто не прав в этой ситуации? Ко мне подходит. Я говорю. Ну понятно кто. Она говорит. Ну кто тебе понятно? Я говорю. Ну я конечно. Она говорит. А почему тебе это понятно? Я говорю. Ну потому что больше вокруг никого нет. Только ты и я. Только мы вдвоем. Говорим. Кто еще будет не права кроме меня? Она смеется. Ну вы с мамой тоже вдвоем. Все. Значит вы виноваты. Вариантов нет. Все нормально. Это жизнь. Вот мы с Максимом ездим, с моим помощником. Он меня младше. Он 15 лет. Как вы думаете, кто виноват у нас вдвоем? Конечно он. Но он по-доброму тоже так смеется все время. Это жизнь. Это нормально. Есть анекдот даже украинский на эту тему. Хохол бежит на электричку со своим сыном. И, короче, опоздали на электричку. Бац! Подзатыльник ему. Банька! За что? А тут говорят. А что робить сынок? Что робить? Что робить? Что робить, значит что делать? Опоздали, а он ему подзатыльник. Ну а что делать? Делать нечего. Всегда кто-то виноват в семье. Кто слабее, тот и виноват. Это жизнь. Не надо терпеть просто. А что делать? Она не согласна. Смотрит на меня. Несогласная. Если жизнь терпения, не согласна. Смиренно не согласна. Смиренно не согласна. Ну вот видите, все-таки надо. Надо маме помогать вам. Помогать, чтобы быть смиренным. Потому что, знаете, Смерть точно так же испытывает человек. Если человек не смиренный, она его косит. Для того, чтобы вас смерть не скосила, мама вам помогает сейчас. Потому что бывают ситуации в жизни, когда человек разрушает свою жизнь. Из-за этого качество характера свою жизнь может разрушить. Поэтому мама вас ректует. Ее сердце подсказывает, что надо так в своем сердце. Я уверен, что это вам спасет жизнь в будущем. Я так чувствую. На onze берегу.